Из-под корзины выбились листья, они изогнулись и окружили корзину. Мимо шел скульптор Калимах, он это все увидел, вдохновился и создал для коринфян колонну коринфскую. Вот она там в углу. Дальше я рассказываю в книге про такие сложные термины, наверное, архитектурные, как, например, келевидная закомара, архитектурный колончатый пояс. То есть такие, вроде, очень тяжелые для восприятия понятия, но на самом деле, когда все это смотришь на примерах, мне кажется, все это достаточно легко. Вот здесь, к сожалению, так плохо видно. Кто-нибудь знает, что это за церковь? Это церковь в Кремле. А скажите, пожалуйста, кто был в Кремле, например, за последние полгода? Можете поднять руки? Ой, совсем мало. Ну вот, очень надеюсь, что после того, как вы прочтете четвертый маршрут, вы его души видитесь и пойдете в Кремль. Потому что там просто сосредоточие всей красоты нашей древнерусской архитектуры. Отлично. Но это надо видеть, потому что московская архитектура, она вообще уникальна. Вот, например, вот этот храм, да, Резоположение, он был построен в конце 15 века. По образу и подобию есть такой храм под Владимиром Покрова на Нерле. Наверняка многие из вас знают этот храм. И, в принципе, он действительно очень похож. Но есть одна особенность, это вот эти вот телевидные закомары, про которые я с самого начала сказала. Попробую показать, так вот пальцами. Это вот эти вот места. Они в московской архитектурной школе отличаются от всех остальных. Они такие вот вытянутые, похожи на киль корабля, только перевернутый. И такого нет больше нигде. То есть, ну, представляете, да, вот мы можем это смотреть, мы можем это видеть. Не где-нибудь там на страницах, в учебниках, а просто сами прийти и посмотреть. Ну, это же вообще круто. Дальше. Так, а вот этот дом кто-нибудь знает? Знает, конечно. На чистых прудах. Молодцы. Да, это дом на чистых прудах. И он, ну, тоже очень, ну, много у меня домов. Я считала даже специально, когда готовилась к этой презентации, сколько, про сколько я зданий и сооружений всяких рассказываю, больше, чем 200 зданий и сооружений. У меня есть книги. И в том числе про этот дом, он тоже очень любопытный. Он, например, занимает целый квартал. Да, он находится между четырех переулков. И между трех переулков и одним бульваром. И он занимает весь Сретенский бульвар, весь. Ну, правда, Сретенский бульвар, он самый короткий в Москве, но в любом случае он занимает его весь. И этот дом был построен в начале прошлого века таким молодым архитектором Николаем Проскурниным. И вот интересная загадка. Был конкурс на строительство этого дома. Дом Страхового Общества России. И этот конкурс выиграл достаточно известный в то время архитектор из Петербурга Отто фон Дессин. Он построил особняк Матильды Ксишинской. Но почему-то ему не дали строить этот дом. Почему-то строил молодой, мало кому в то время известный архитектор Николай Проскурнин. Построил он здорово. Очень красивый дом. Его можно разглядывать, гулять вокруг него. Это как музей под открытым небом. Там столько всяких деталей интересных. Каких-то там скульптур, всяких статуэток. Очень много всего. Он построен в разных стилях. И поэтому смешение стилей называется эклектика. В этом доме есть и неоготика, есть древнерусский стиль, есть даже модерн. Но все эти стили очень хорошо сочетаются. Так, можно дальше, да, наверное. Ну вот еще раз попросил про этот дом. Дальше. Так, вот дом тоже. Это, наверное, самый необычный дом в Москве. Но я думаю, что многие из вас знают. Молодцы. Я его обожаю, на самом деле. Это дом. Это дом архитектора Константина Мельникова. Мельников – это человек-мировая легенда. Он… Его изучают на всех архитектурных факультетах мира. В 1990 году ЮНЕСКО объявило всемирный год Мельникова. А мы в СССР про это вообще ничего не знали. Про него не говорили. То есть он здесь был, можно сказать, забыт в то время. В этот дом, кстати, можно попасть. Там сейчас проводят экскурсии. И вот Мельников, он придумывал такие вот… Сделать себе такой круглый дом. Он, на самом деле, это было в 1927 году. Он экономил на материалах. И по своим расчетам он выяснил… Это, в принципе, может, наверное, даже школьник сделать, зная формулу, да, что площадь квадрата при равном периметре, она меньше, чем площадь круглая. И поэтому он сделал круглый дом. И меньше 18%. То есть такая существенная экономия получилась, если строить дом такой формы. Очень интересно, он сделал кладку в этом доме, что получились у него вот такие вот шестиугольные оконные проемы. И какие-то оконные проемы он закладывал просто строительным мусором. Какие-то оконные проемы он оставлял открытыми. Вот такой вот дом соты получился. И тоже загадка, большая загадка, почему ему дали строить дом. В 1927 году. Почему? Ну, некоторые считают, что, наверное, потому что он проектировал саркофаг для Ленина, в котором он лежал до 1941 года. Другие считают, что, потому что, наверное, он выиграл его павильон, выиграл конкурс на всемирные выставки в Париже. Но вот факт остается фактом. Ему разрешили. И он здесь жил, в этом доме, со своей семьей. А можно следующее? Это фотография интерьеров дома. Это его мастерская Константина Мельникова. Вот видите, такое светлое, очень необычное совершенно пространство. И прямо вот всем рекомендую туда сходить. Можно следующее? Ну, также в книге я рассказываю про современную архитектуру. Кто-нибудь знает это здание? Это бизнес-центр Аквамарина. Мне он очень нравится. Во-первых, потому что... Можно следующий слайд? Здесь просто есть подсказки для меня. Этот дом был... Он находится в Москве, на Озерковской набережной. И он... Это даже комплекс такой. Это бизнес-центр. Огромный комплекс. И он очень необычный. У него такие изогнутые формы. Сочетание зеркальных поверхностей. Много стекла. Ну, такой современный очень дизайн. И вот считается даже, что архитекторы, которые строили этот дом, вдохновлялись идеями Константина Мельникова. А строил этот дом... Строило этот дом архитектурное бюро «Спич». В то время, когда этот бизнес-центр был построен, одним из авторов этого проекта и учредителей архитектурного бюро «Спич» был Сергей Кузнецов, который сейчас является главным архитектором Москвы. Вот такой вот необычный дом. Так. Что это за храм? Давайте... Нет. Нет токанка. Но неужели вы знаете? Знаете, да? Кто-то знает. Этот храм находится недалеко от Москвы. Это храм знамения. На Шереметьевом дворе он так называется. Мне очень нравится этот архитектурный стиль. Я поэтому сюда вот включила. Это, наверное, один из моих самых любимых архитектурных стилей в Москве. Нарышкинская барокко. Это вот такой синтез барокко западного и нашей московской, древнерусской архитектуры. Ну, от барокко, например. Что здесь в этом храме? Окна. На окнах есть наличники. И наличники, они такой вот рваной формы. Ну, надеюсь, видно, может быть, на фотографии немножко светло здесь. Но надо прийти, посмотреть на этот дом, и тогда вы это заметите. Дальше также два цвета от барокко. Потом вот каждый ярус украшен такими декоративными элементами, которые называются фиалы. Такие вот остроконечные, такие вот шпили. Это тоже барокко. А что здесь от древнерусской архитектуры? Храм, он в плане квадратный, а на него поставлен как бы второй этаж, второй объем. Он восьмиугольный. Это называется восьмерик на четверяке. Это вот такой вот истинно русский архитектурный прием. Церковь называется знамением на Шереметьевом дворе, потому что этот двор вот от этой церкви до воздвиженки принадлежала достаточно долгое время Шереметьеву. И вот тоже интересный факт про Шереметьевых. Мы говорим Шереметьев и хочется добавить мягкий знак. Шереметьев, да, вот как-то нашему языку это проще. На самом деле это неправильно. Его фамилия звучала именно Шереметьев без мягкого знака. Но если он отпускал крепостного, довольно отпускал крепостного, то уже крепостной получал мягкую букву Шереметьев. И таким образом можно было отличить, из каких господ был человек. И надо сказать, что в то время, вот когда граф Шереметьев жил, ему часто тоже путали и писали письма, как графу Шереметьеву. Он такие письма возвращал, не читая, оскорблялся и учил людей правильно писать свою фамилию. Вот замок еще один. Я его так называю замок, готический замок. Знаете, где он находится? Мой стандартный вопрос. А у вас движенок? Нет. Ой. На Спиридоновке. Нет. Это другой замок на Спиридоновке. Этот замок находится на полянке. На большой полянке особняк Новиковых. Построил этот особняк архитектора Гончаровых. Потомок Гончарова. Откуда происходила Наталья Гончарова, жена Пушкина. Вот он построил такой дом. И с этим домом связана грустная легенда, что там якобы умерла несчастная дочь купца уже в начале 20 века. Потому что она сбежала вначале с итальянцем за границу, потом вернулась, играв ее запером в доме. Она там умерла. Считается, что там привидение в этом замке живет. Но на самом деле это не так. Я там была. И вам тоже советую, потому что сейчас в этом замке находится детский центр. Туда можно зайти. И если нет занятий в комнатах особняка, вам могут даже показать интерьеры. Там очень красиво. Такая готическая лестница, залы готические. Ну, в общем, впечатляет. Следующее. Ну, надеюсь, что знаете это место. Знаете или нет? Где находится хотя бы? На Тверской. Ура! Да. Это находится на Тверской. Это английский клуб. Это, наверное, единственный фасад на Тверской. Такой вот классический, да, вот, который сохранился до наших дней. Вот в таком вот, ну, неизменном виде. Что с этим домом тоже много связано всяких историй. У меня в книге они есть. Но расскажу вам одну историю. Она мне больше всего нравится. Сейчас, прошу, чтобы я не перепутала. Значит, этот дом надлежал... Минуточку. Графу Разумовскому. И уже после его смерти его жена раздала этот дом в аренду английскому клубу. Но жену свою граф выиграл в карты. Представляете? Она была замужем за князем Голицыным. И граф был безумно в нее влюблен. Но князь развод не давал. И она вынуждена была терпеть. Вот. Жить с нелюбимым. Она тоже была влюблена в графа. И в итоге граф решил воспользоваться азартным пристрастием князя. И предложил ему сыграть в карты. Князь в итоге проиграл просто там чуть ли не все свое состояние. И последним коном граф предложил князю поставить свою жену. Тот поставил и тоже проиграл. И в итоге вот такая история княгиня стала графиней. Значит, что еще про этот дом интересно. Когда была реконструкция Тверской, половину территории перед домом Тверская отрезала. И сейчас мы видим, вот то, что мы видим, да, такой небольшой внутренний дворик, это только половина территории этого дома. И на воротах дома стоят очень странные львы. Вот когда пойдете в метро Пушкинская в следующий раз или Тверская, обратите внимание, у них очень странное выражение. Или все-таки отвисшие челюсти. Такое ощущение, что архитектор, который это делал, никогда не видел львов. Ну, не знаю. Следующее. Так, это уже я показываю вам, наверное, один из моих самых любимых видов на Москву. И хочу сказать, что я в книге тоже очень много информации даю о разных смотровых площадках, о точках, откуда можно посмотреть на Москву, откуда она самая-самая красивая, на мой взгляд. На этом я заканчиваю презентацию. Я очень благодарна издательству за то, что они мне дали такой шанс. Очень благодарна Татьяне Коробкиной, которая меня нашла и предложила написать книгу. Спасибо литературному кафе за то, что приютили. И спасибо вам огромное за то, что пришли и слушали меня, отвечали на мои вопросы. Спасибо. Да, друзья, но презентация еще потом не заканчивается. Я знаю, что если у вас есть вопросы, можете поднять руку и задать Елене. Я передам вам микрофон. Есть ли уже вопросы сейчас в зале? Пожалуйста, не стесняйтесь. Любые какие есть, да? Пожалуйста. Здравствуйте. А вот последний снимок, он с квадрокоптера снят или все-таки откуда-то? Из здания СЭФ, да? То, что раньше было? Нет, он снят из здания Лоте-Плаза на Арбате. Там на 21 этаже есть ресторан и там есть открытая смотровая площадка. Так что можно оттуда снять этот кадр. И без увеличения, да? Ну, я сейчас не помню, но, наверное, там есть какое-то незначительное увеличение. Можно, на самом деле, с телефоном прийти, но лучше с фотоаппаратом. Но они не очень любят, когда приходят с фотоаппаратом, почему-то. Да, и еще один вопрос. А на какой фотоаппарат вы снимаете? Я снимаю на Sony. Sony Alpha 9 у меня фотоаппарат. Есть ли еще вопросы? Вот. Да, пожалуйста. У меня такой вопрос. Елена, если бы вас попросили отвезти человека в какое-то место в Москве, куда бы вы его повели? Ну, наверное, это зависит от человека. Я, наверное, в первую очередь отвела бы к дому Мельникова, да? Потому что такой очень необычный дом в Москве. Мне очень нравится... Мне очень нравится Большая Никитская улица, Поварская, вот где я, собственно, живу. Я там очень много гуляю. Наверное, туда тоже вот показала бы там много чего можно рассказать. Кстати, вот здесь на Поварской есть какие-то дома тоже с разными интересами. Вот они есть в книге? Есть. Ну, очень много. Именно на Поварской очень много домов. Есть очень много интересных домов в переулках Поварской. Вот их, к сожалению, нет, потому что просто не хватило места. А как вы собирали информацию для книги? Может быть... Ну, я представляю, вы приходите, к вам уходит охранник некий. И говорят, и так, девушка, что вы здесь фотографируете? Покажите, кто вы. Был ли у вас какой-то документ? Пускали ли у вас к архивам каких-либо? Вот, расскажите. В основном я посещаю экскурсии, официально разрешенные экскурсии, в дома, куда можно зайти с экскурсиями. И в книге я рассказываю в основном про те дома и здания, куда можно попасть обычному человеку. Есть некоторые дома, куда можно зайти, там нет экскурсий, но про них тоже есть в книге. Но там не ругаются люди, которые хозяева этих домов. Туда вот можно зайти, посмотреть. Очень есть красивые, например, на Пречистенке, Остоженке здания с очень красивыми подъездами. Заходишь туда, а там просто вот какой-то вот жемчужина, лестница вдруг какая-то мраморная. То есть такие места тоже я отделюсь читателем. А по-вашему, какое место самое таинственное в Москве? Самое таинственное место, сложно, конечно, сказать. Наверное, те места, где Москва только начала рождаться, появляться. То есть это вот в район Кремля, там Бравицкий холм, возможно, там дом Пашкова, да, как-то вот Варварка. Там тоже очень много интересных таинственных историй. То есть это целая площадь большая. Есть у вас вопросы? Пожалуйста. Женточка, спасибо за презентацию. И такие вот технические вопросы. Вот вы отправляетесь на прогулку. Вы с собой берете фотоаппарат. Какие-то сменные объективы вы уже заранее знаете какие? Или просто у вас есть стандартный набор, который вы всегда с собой берете? Потому что, судя по снимкам, сняты они, конечно, на специальные объективы. Да, все снимки в книге. И здесь они, конечно, сняты всем на специальные объективы. Но у меня есть наборы с трех объективов, которые я в основном с собой ношу. Это широкоугольник, это обычный стандарт 24 на 70 и телевик. Но если я понимаю, что я вряд ли куда-то залезу наверх, мне телевик, наверное, не понадобится, я его не беру. Но, в принципе, вот обычно три нашу. Но автоаппарат и еще два дополнительных. Тяжело. Я понимаю. Еще такой вопрос. А вот последние ваши снимки в Инстаграме очень много снято явно либо с крыш домов, либо с квадрокоптера. Вы пользуетесь квадрокоптером? Да, я сейчас стала осваивать эту новую технику для себя. Пользуюсь. Но сейчас вообще сложно на самом деле снимать. Многие кадры, которые сейчас я выставляю, я их сделала до чемпионата мира. Это такие архивные кадры. Но, в принципе, да, пользуюсь. И в основном я летаю, знаете, как вот вверх-вниз буквально две минуты. Потому что мне страшно. Страшно. Ну, мало ли там кто-то его перехватит или там птицы какие-то. Пока еще нет у меня уверенности. Опыт маленький. Спасибо большое. Леночка, я не с вопросом, я с пожеланием. Как учитель очень-очень окраинной московской школы. У нас дети плохо знают Москву. Я их пытаюсь приобщить с вашей помощью, с помощью разных экскурсионных игр. Вот подобное что-то, пожелание для детей. Это вам так, на будущее, в творческие планы запишите. Буду думать. Да, очень нужно, поверьте мне. А вообще спасибо огромное. Вы нас, скажем так, пинок изучить и полюбить город. Спасибо. Да, я рада. Лена, что ты, как знаток архитектуры, думаешь о парке Зарядье? Вот его нет в книге. Я там недавно был. Кроме висячего моста, честно говоря, больше ничто не зацепило. Скажи нам, как к нему относиться? Я очень люблю парк Зарядье. И он в книге есть. Читать надо внимательно. Я правда его люблю. И не буду ничего говорить про финансовую сторону вопроса. А только вот про эстетическую. Ну, во-первых, он очень современный. Он... Это архитектура, которая вот, ну, может быть, москвичи еще не были готовы к такой вот архитектуре ландшафтной. Но она сейчас, это вот такой тренд мировой и очень популярный. И парк Зарядье, он, по-моему, там был номинирован на какую-то премию по ландшафтному городскому дизайну. То есть это просто очень крутой парк. Нам надо его прочувствовать. И, конечно, это вот со стороны, с точки зрения архитектуры. А с точки зрения фотографа, это вообще для меня и осень, и зима. Я там была очень часто, потому что столько новых видов открылось благодаря этому парку на просто разные точки и на Кремль, и в другую сторону, и с моста, и на сам мост. Я люблю парк. Ну, что касается парков, какой самый любимый у вас, если кроме Зарядье? Кроме Зарядье я очень люблю Коломенское. Вот тоже и осенью, и зимой, и летом. Большой парк, красивый. Там храм в Коломенском очень известный и тоже уникальный с точки зрения архитектуры. И люблю парк, Екатеринский парк, вот недалеко от Олимпийского. Просто это такие мои... Мой любимый. Детские воспоминания. То же самое. Родилась на Цветном бульваре, и тогда мы очень часто с родителями хотели гулять. Вот так вот. Еще вопросы есть? Вот там. Пожалуйста. Добрый день. Я... В свое время работал в Моссовете. В последнем у нас разы было много споров и в Примушковье. Сносить какие-то статики сзади... Сейчас, кстати, много, я должен сказать, восторженных отзывов о том, как преобразился центр Москвы, как стало все удобно, красиво и так далее, и так далее. Но сколько при этом при Лужковье за 20 лет было с несерной исторических зданий. Я говорю, когда я работал уже при нем в Моссовете, было много споров на эту тему. Вот как соблюсти этот баланс, когда создавать людей жизненное пространство, удобное и так далее, и так далее, и в то же время не потерять связь с временами, которые все-таки необходимы. Ну, полностью согласны, необходимы. И к этому я бы хотел добавить, что сам я с юго-востока родом Москвы, в районе Рязанского проспекта, и когда наша семья переехала в 68-м году, на одной из самых первых кирпичных башен в 14-этажных районе улицы Михайлова, у нас было интересное зрелище прямо из окон. Еще два деревенских дворика, домика, дворика с курами, огородами. Тут же рядом двухэтажные здания середины прошлого века, тут же рядом хрущобы, тут же рядом 12-этажные блочные дома. То есть вся история архитектуры Москвы 20-го века. И вот немного ли мы потеряли то, что столько было сносено по Юриям Михайловичу, но в новой администрации уже почти ничего не осталось еще сносить, хотя тоже же добавляют. Но вот художество и в то же время история, как это было, смещать и балансировать? Это, конечно, сложный для меня вопрос, все-таки я не архитектор, я полностью согласна, что это нужно балансировать, и исторические памятники сносить, конечно, нельзя. Вы знаете, я знаю, что сейчас, в принципе, к этому стараются знающие люди относиться более бережно. Я была на лекции реставратора, который рассказывал, как вообще проходит реставрация объектов, за которые тоже часто люди ругают, что плохо была проведена. Но вот рассказывал человек, как они все это делают. Это, конечно, просто потрясающий труд. Надо сохранять памятники. Жена, позвольте восхититься вашей храбростью. Во-первых, замечательные фотографии, чудесные. Ну, а во-вторых, конечно, первый путеводитель по Москве был 18 века Рубана. И, конечно, за прошедшие годы наработана определенная традиция. Я думаю, определенные... Народ тут восхищался, где вы взяли материалы. Оно совсем понятно, конечно. Жалко, что работник от магазина не знает, сколько сейчас одновременно тут путеводитель по Москве лежит. Лена, все имеет право быть. И действительно восхищаюсь. Наверное, такая простота подачи возможна для школьников. Но тогда неподъемная цена этого путеводителя. Вот что, бесспорно, у вас необыкновенный талант фотографа. Фотография замечательная. Спасибо. Спасибо большое. Есть еще вопросы? Есть предложения? Пожалуйста. Включить твою книгу в программу «Москвоведение» как обязательный образовательный стандарт для школ Москвы. Точка. Отлично. Вот такой вопрос, Елена. Какое место, по-вашему, в Москве незаслуженно забыто и не пользуется популярностью? Знаете, так отвечу на этот вопрос. Я живу здесь недалеко, в районе Большой Никитской и Поварской, как я уже сказала, и часто гуляю в этом месте. И я очень мало здесь вижу людей прогуливающихся. Правда, очень мало. Зато очень много людей гуляют по Никитской, от Большой Никитской уже к Кремлю. Вот там просто очень популярная улица. А перейти через Бульварное кольцо, буквально немного, подняться ближе к Садовому кольцу, и тебе памятники модерна, там, шедевры модерна, и там различные, в общем, архитектуры. Вот мне кажется, что почему-то москвичи забывают Большую Никитскую и Поварские. Теперь вопрос касаемо фотографий. Какую фотографию вы мечтали сделать, но ее еще пока нет? Есть ли такая фотография? Что это за вид? Я хочу сделать много видов с территории Кремля, куда не пускают обычных посетителей. Вот не пускают. Я даже писала им письма несколько раз. Ну, там ФСО, оно запрещает. Говорят, нет, нельзя. Вот пользуйтесь архивами ТАС и все. Вот мечтаю. Есть еще вопрос. Да, здесь, пожалуйста. Спасибо за интересную презентацию. Вы знаете, такой маленький вопрос, может, вы знаете. Вот на зданиях модерна, да, московского, там женские головы. Они абстрактные или все-таки какая-то была модель, с которой там художники там делали эти головы? Спасибо. И еще, ну, это как пожелание, посмотрел. А вот дальше, там вот Плющих и дальше вы планируете. Там очень много интересного. Согласна. Спасибо. Я вот, я уже говорила вначале, что меня столько не вошло в книгу. Все есть, все планирую в моем блоге, инстаграм, а дальше вопросы уже к издательству. А по поводу женских голов, да, это называется Лорелее, по-моему. Это какие-то там сирены, которые привлекают своими красивыми волосами моряков. Ну, вот такая вот легенда. И вот ее очень любили. Ну, а вот изначально, кто это там, ну, как бы, запады там придумали? Ну, я, наверное, не смогу вам ответить на этот вопрос. Модерн вообще родился на западе. Наверное, придумали на западе. Елена, а есть, есть ли в Москве на окраинах, ну, так сказать, в спальных районах какие-то интересные здания? На окраинах, в спальных районах, ну, безусловно, есть интересные объекты, ну, например, храмы в архитектуру. Я вот сегодня была в Перово, фотографировала очень красивый храм. Размещу его, наверное, в ближайшее время у себя. Не буду говорить, что это за храм. Поинтригурую. Есть, мне очень нравится, знаете, есть очень сейчас красивые, строят микрорайоны. Вот как раз я ехала в Перово и видела очень красивые современные здания. Вот, жилые, наверное, дома. Не знаю, как их, что это за здание, как называется этот комплекс. Но мне кажется, что сейчас очень много заслуживающих внимания зданий. То есть мы ругаем часто, да, современную архитектуру. Но на самом деле там много всего есть, на что стоит посмотреть. Ну, хорошо. Ну, примерно какие здания за последнее время построены вам нравятся? Ну, мне, например, нравится вот аквамарин, который я показала. Мне нравится здание, есть такой архитектор, женщина, Заха Хадид. Она построила здание бизнес-центра на, забыла название улицы, в районе Шарикоподшипниковской, по-моему, улицы называется. Очень необычное здание, а внутри там просто космос какой-то. Вот, если туда зайти, это бизнес-центр, туда можно зайти и посмотреть. Вот, кто не был, советую. Там что-то такое сумасшедшее. Тоже очень нравится. Мне очень нравится, есть здание, по-моему, проспект Маршала Жукова. Там есть такие красивые здания, Велт, парк или что-то такое называется. Там очень ажурные, красивые фасады. Это современное здание, но вот красивые, очень ажурные фасады, прям такое необычное. И из-за того решение тоже очень такое стильное. Здание на Масфильмовской фотографировали, вот эти два, которые не достроены? Нет. Нет? Хорошо, без комментариев. Есть ли еще вопросы, друзья? Лес рук, как говорит моя учительница, говорила. Нет ни одного, да, вопроса? Хорошо. Такой вопрос. Планируете ли вы фотографировать, изучать другие города? Может быть, на Подмосковье уже немножечко есть, да? Какие планы? Ну, я иногда выезжаю в Подмосковье, чуть подальше. И, конечно, планирую, да, очень много, очень много архитектуры. Поэтому вот главное время и возможность куда-то уехать. И если есть такое, я всегда вот стараюсь куда-то съездить, посмотреть. Там, Владимир, Суздаль, в Ярославль очень хочу съездить. Была в Угличе, потрясающая совершенно архитектура. Ну, на самом деле, где была, так что планирую не останавливаться. Ну, а большие города, я имею, ну, там, например, Питер. Ну, Питер, конечно, но что Питер, это вообще даже без разговоров. Мы туда с семьей собираемся даже в ближайшее время поехать. Я очень хочу съездить в Казань, очень хочу съездить в Псков, просто мечтаю. Вот, пока не складывается, но ничего, сложится. У вас вопрос? Ну, понимаешь, что, в Кусково, в Перово, там же рядом, вот, как раз между моим районом Перово, есть парк Кусково. И, кстати, главен, что он сам, как Шереметьев, о котором вы говорили. Да, 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 точно. Вы там были? Конечно, была. И у меня даже в моем профиле инстаграме. Я его с детства помню, как вот это у Ульцы Михайлово, так и для меня парк Кусково, это вот я еще такой был, молодец. Очень нравится парк, очень нравится, просто вот как-то не отметила его. Леночка, а как ваша семья относится к вашему обличению? Вас поддерживают? Да, поддерживают, вот моя семья здесь сидит на первом ряду. Поддерживают, иногда, конечно, бывает, я, наверное, слишком много увлекаюсь фотографиями, но, в принципе, очень благодарна своей семье. А вот ваши дети, они тоже увлекаются фотографией? Или они просто относятся к тому, что мама делает? Мама всегда все правильно делает? Ну, наверное, второе. А большие детки? Старшие 13 лет, а младшие 5. Совсем большие. Вот такой вопрос родился сейчас. Ваши коллеги, как относятся к вашей деятельности? Были ли нелестные отзывы о ваших фотографиях? И, может быть, восторженные какие-то? И сери Вау как-то сделала эту фотку? Блин, я ее 15 лет не мог сделать. Как это вообще у вас происходит у фотографии? Ну, разные бывают, конечно, отзывы, бывают, критикуют, там, выставляешь фотографию, думаешь, что это что-то шикарное, а тебя пишут, это брак, это вообще невозможно смотреть. Но мы, вообще, Инстаграм такое доброе сообщество, и мы там в основном делимся друг с другом, то есть если что-то такое я выставляю, и меня спросят, как я это сделала, я в основном рассказываю, как я это сделала. Мне, в принципе, не жалко, я же это уже сделала. То есть, в принципе, такие все у нас хорошие, добрые отношения, взаимопомощи, взаимовыручки. Хорошо. Ну, в заключение перед автограф-сессией такой вопрос. Можете что-то пожелать начинающим блогерам, начинающим фотографам? Вдохновения. Желаю вдохновения. То есть, когда ты вот выходишь на улицу, и вдруг тебя как-то вот так вот осеняет, и ты идешь, и просто такой счастливый, думаешь, вот это вот, вот он мой кадр, сейчас я его сделаю. Или вот этот дом, сейчас я его посмотрю, увижу. Лена, будем ждать выставки у Свиблова. Спасибо большое. Друзья, давайте поблагодарим. У нас в гостях была Елена Грижевская и ее новая книга «Архитектура на Москву. Обходите, водитель по зданиям и стилям». Прямо сейчас мы приглашаем вас на автограф-сессию. Проходите, она будет вот таким вот образом. Вот за этим молодым человеком в белой рубашке можете подниматься по одному с книгами, подписывать у Елены.